Твой отец наш постоянный герой, и он на форекс-слубе говорил, что он воспитывал себя вообще не в роскоши. Да, подтверждая, я вообще не в роскоши. У меня по этому поводу совершенно твердое мнение. Я абсолютно не планирую, чтобы мои дети в какой-либо форме принимали участие в моем бизнесе. Более того, я в принципе против этого. Значит, абсолютно. Значит, а что касается, и могу пояснить почему, а что касается денег, или, знаете, я вот, там, я, так сказать, небольшой любитель таких, скажем так, публичных деклараций, но, так сказать, я вас уверяю, что все свои деньги я собираюсь, так сказать, отдать исключительно на благотворительные нужды. Я не планирую своим детям никаких денег передавать. Да, мне... Спасибо большое. Это, спасибо, это связано не с тем даже, что вот, с исключенным альтруизмом, благородством собственных намерений, а прежде всего, исходя из моего гуманного отношения к собственным детям. Понимаете, потому что мне кажется, что отдать ребенку, или даже молодому человеку, серьезную сумму денег, в общем, это во многом риск сломать его жизнь. Сколько денег в месяц ты тратишь? Сейчас. Своих? Да, своих. Во-первых, ты сам зарабатываешь деньги? Да, 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 они все мои. На чем ты зарабатываешь деньги? Ну, вот я занимаюсь поставками, как бы, паровых коктейлей, вот, в ресторане. Какая? Аутсорсинг. Какие рестораны ты поставляешь паровые коктейли? Пока в Сиксти и в Тете Моте, но вот у нас большие планы на расширение. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими рестораторами в Москве. Ну, расскажи, в России это очень популярная тема, кальянные бары. Почему ты выбрал именно ее? Я думаю, у тебя кругозор с европейским образованием был большой. Ты выбрал эту именно популярную тему в России. Ну, во-первых, нужно понимать, что это не единственное, чем я занимаюсь. То есть у меня еще есть, как бы, методы зарабатывания денег. Но для меня, как бы, кальянная вообще индустрия, это то, что я люблю, во-первых. Это то, что, в чем я, как бы, ну, борился достаточно долго. То есть я, как любитель курильщик, для меня это, в принципе, интересно. Во-вторых, для меня, с точки зрения, как бы, какого-то рынка общепита, да, для меня это неплохие связи. То есть мне, в принципе, интересен этот рынок и, ну, какие-то знакомства в нем. Какая маржинальность у этого бизнеса? Почему им так рьяно все занимаются? Давай, расскажи нам эту правду. Сколько вы тратите на один кальян? Сколько вы из этого зарабатываете? Ну, маржинальность вообще разная. То есть все зависит от заведения, нужно понимать. У нас есть заведение, которое мы называем такой кальянный фастфуд, да, где маржинальность не столько большая, потому что цена очень низкая. И, по сути, у тебя, ну, я думаю, что на цену где-то там 300-400 процентов. Вот, а есть, как бы, премиальные заведения, в которых наценка, она больше, но она требует больше и других вложений. То есть это, ну, своего рода можно назвать R&D, да, то есть какая-то креативная работа, да, где происходит какой-то дизайн кальяна и так далее. Ну, по сути, там маржинальность, она чуть выше, но требует больше расходов. Слушай, ну, так, по-честному, это маленький бизнес, которого ты начинаешь свою карьеру, и это очень, ну, в глазах наших читателей, я думаю, это почетно, потому что не всегда веришь, что люди с такими возможностями, которые там есть у твоего близкого родственника, не помогают тебе. Например, многие там инвестируют сразу миллионы. Как в тебе, какая в тебе осталась мотивация? Потому что я понимаю, что, ну, крыша может съехать, наверное. Ну, я просто считаю, что я с, там, офигенным образованием за границей, со связями, которые у меня есть, как бы... Что это за связи у тебя есть? Они, а у тебя какие связи, откуда у тебя есть 18 лет? Это твои друзья или ты говоришь каких-то других связей? Ну, да, естественно, это мои друзья, там, с кем я учился в школе, с кем я, там, общался и так далее. Но они, как бы, достаточно разные. И, конечно, мои связи, они мне помогают, там, грубо говоря, постучаться в дверь. Но чтобы открывать, там, дверь ногой, надо, как бы, больше самому все-таки делать. Что ты дальше хочешь заняться? Я понимаю, что кальян, наверное, только начальный этап, который тебя интересует. Ты, наверное, хочешь как-то расти, может, ресторанный бизнес или уйти в другую сферу? Слушай, ну, у меня много интересов, на самом деле. То есть, я не знаю, как жизнь пойдет. Я не хочу ничего загадывать, потому что я считаю, что, знаешь, все-таки это рынок, он меняется и, ну, не имеет смысла на чем-то как-то одном фокусироваться. У меня много интересов. Ты сейчас закончил школу в Лондоне, да? Правильно? Ну, не совсем. Она немного за городом, но да. Собираешься переезжать в Нью-Йорк? Да. Тем не менее, твой бизнес, который ты сделаешь, он находится в Москве. Да. Почему так? Почему не за границей? И планируешь ли ты после образования вернуться в родную страну? Ну, это ты сказал, что не за границей. Я такого не говорил. И, может быть, я что-то и планирую расшириться за границей. А, то есть, ты планируешь расшириться за границей? Ну, да. А как постоянное место проживания тебе что больше нравится? Россия или Запад? Слушай, это такой сложный вопрос. Везде есть свои плюсы и минусы, я считаю. Я считаю, что очень сложно как-то сказать, вот, блин. Но, нет, с одной стороны, конечно, понятно, я тут вырос, да. Я тут родился, вырос. Для меня это все-таки дом. Но, с другой стороны, вот именно с практичной точки зрения, как бы, я считаю, что это очень спорный момент. То есть, где... Мы знаем, что вот, допустим, твой отец часто говорит, что он не ведет образ жизни, как другие наши члены списка. Он не тратит деньги на роскошные яхты. У него там несколько домов, но это не так много по сравнению с другими, например, Собрамовичем. Я готов это подтвердить, да. Честно говоря, вот, понимаете, яхта мне, в принципе, не нравится, потому что я не люблю на ней... Вот, у меня нет такой любви к яхту, вот, к времяприкорождению на ней. Ну, то есть, я могу, там, раз в год, там, на 3-4 дня, но ради этого покупать яхту, мне кажется, просто бессмысленно. В общем, потом главное, что у меня всегда... Вообще, у меня вообще мало собственности. У меня вот даже вот недвижимость, у меня только вот в Москве. И вот сейчас я собираюсь, значит, в Лондоне там... Пока у меня нету, я снимаю дом, так сказать, в Лондоне. Вот, а так у меня вообще нигде нету, никого... Как вы разгребываете? Тоже у меня нету, потому что мы тоже там строим, так, ну, и то это, так сказать, там, как я бы сказал, большее соображение для детей, там, и так далее. Вот, значит, потому что для меня собственность любая, это серьезное обременение. Понимаете, вот собственностью надо заниматься, и у меня еще пункт на почве там порядка, и чтобы все было в идеальном рабочем состоянии находилось, так сказать. Я вот совершенно не могу, чтобы там все, там, что-то там... Вот, я когда прихожу, там, домой, и что-то там не работает, у меня приступы начинаются. Вот, это самое. И любая собственность, она, в принципе, предполагает, вот, бесконечную заботу о том, чтобы все это вот работало. Я, кстати, вот с искренним уважением, я вот много раз это говорил, и вот готов повторить это в этой аудитории, отношусь и вот к Роману Абрамовичу, ну и ко всем остальным, что вот Роман, он задал, я бы сказал, стиль определенный, да, вот, так сказать, вот, значит, для многих поколений, я думаю, российских бизнесменов, он будет такой определенный иконный стиль. Он умеет действительно красиво, размашисто, и так вот со вкусом тратить деньги, так сказать, значит, и там, не только на яхты, самолеты, но там, футбольные клубы, там, ну, и другие вещи. Вот, и это, на мой взгляд, большой талант, которым я точно не обладаю, сто процентов. Потому что я вот так вот, я думаю, вот, потратить там какие-то огромные деньги, и яхту, на которой я буду три дня в году находиться, ну, мне совершенно неинтересно. Мне неинтересно, я говорю, тем более, яхта, что там, как это пространство, у меня просто психологически трудно находиться. Вот, поэтому, понимаете, к сожалению, при всем моем уважении, вот, к такого рода вещам, вот, вся эта история, она играет для меня, вот, не очень позитивную службу, потому что, когда вот приходишь к журналистам на Западе, первое, что они спрашивают, это какой футбольный клуб вы собираетесь покупать, понимаете? Вот. И главное, вот, я уже там вроде не говорит, да, мы знаем, что вы вот про бизнес, там, да, в конце они все спрашивают. У них такое устойчивое клише, вот, так сказать, чем мы занимаемся. Вот. И это, конечно, так, несколько грустно, но, как говорится, что поделаешь? Вот. А так вот, ну, мне вот, я не испытываю никакой потребности. Вот самолет, мне все время там, вот, самолет, покупайся, извиняюсь, он будет ломаться, я буду там все время думать, что он там сломался, вот, головная боль будет. Так я это арендую самолет. Во-первых, вот, если я один лечу, это маленький самолет, если летит большая группа людей, это больший самолет. Если мы летим в Европе, то это, там, одни. Если мы летим в Америку, то нужно, значит, ну, в общем, я флотилию покупать не собираюсь, так сказать, поэтому, значит, мне гораздо проще арендовать, не думать вообще об этом, так сказать. Я арендую, пришел, сел, долетел и так далее. Я, в принципе, себе ни в чем не отказываю. Живу я в материальном отношении абсолютно комфортно и позволяю себе все, что мне, так сказать, хочется. Потому что, конечно, я считаю, что деньги я зарабатываю исключительно для того, чтобы жить в комфорте самим собой. Но вот этот комфорт самим собой не предполагает приобретение яхты самолетов, так сказать. Вот и все. Тебе импонирует его подход? Именно что-то арендовывать, не брать много недвижимости, не кичиться деньгами. Ты считаешь, что это правильно или ты другой? Ну, я считаю, что мне еще пока, в принципе, как-то рановато об этом задумываться. Все-таки, ну, ты сам сказал, я только закончил школу, у меня еще там дом, семья какая-то, у меня еще вся жизнь как бы впереди. Я пока еще не думал, какой подход там лично я выберу, но, в принципе, я его уважаю за то, что он очень рационален как бы с теми деньгами, с которыми тратит. И я считаю, что это, ну, очень важное качество. Вы друзья? С отцом? Да. Мы партнеры. Это другое. Что такое партнеры? Как ты 18 лет можешь быть с отцом партнером? Воспитание. Ну, это когда появилось, что тебе папа в 7 лет сказал, сын, ты партнер? Ну, это не совсем было, там, сын, ты партнер. Это, скажем так, ну, годами вот такие выстраивались отношения. То есть, ну, они как бы доверительные, с одной стороны, они очень такие рациональные и в определенных рамках. Но я не могу сказать, что они там, например, настолько там теплые, скорее такие понебратские, как дружеские, например, отношения могут быть. Хотя у всех, знаешь, тоже дружба разная. Ты на вы, с ним, или на ты? Ну, на ты. На ты? Ну, я и с партнерами на ты тоже. Сумасшедший вообще просто. Сколько тебе денег нужно в месяц для комфортной жизни в Англии, в Москве? Ну, из тех, как бы, которые ты зарабатываешь. Сколько ты хочешь и сколько ты сейчас тратишь? Мне кажется, чем их больше, тем лучше. Это абсолютно правильный подход, как мне кажется. Поделись планами ближайшими, вот, которые ты видишь перед собой, там, в дальнейшие 5 лет. Мы с тобой, думаю, через 5 лет увидимся и поговорим еще раз. Планы. Ну, планы на что? Профессиональные или личные? Вообще твои планы. Может быть, ты думаешь, что я возьму перерыв, уеду куда-нибудь на острова, начну писать книгу, уйду в образование, займусь академической деятельностью, или я стану крупным бизнесменом? Нет, ну, мне, безусловно, интересен бизнес как карьера. Я не могу, как бы, ничего тебе сказать, в какую сторону это все пойдет. Это неизвестно. А с точки зрения, как бы, личной жизни, но мне интересно иметь семью какую-то. Саша, ну, самый важный вопрос, я думаю, сейчас все девушки будут слушать. У тебя есть девушка? Да, есть. Я занят. Ты занят? Да. Как давно у тебя есть девушка? Ну, вот, скоро 2 года будет. Серьезно? С 16 лет вы все вместе? Да. И как, это настоящая любовь? Ну, да. Мы увидим громкую какую-нибудь свадьбу. Громкую свадьбу? Слушай, на что накоплю, на то и увидите. А, то есть папа не даст денег, ты думаешь? Да нет, ты что? Ну, во-первых, я у него и брать не собираюсь, зачем? Я читал тебя в интервью, ты говорил, что брать деньги у отца – это низко. Почему? Почему ты так думаешь, что это низко? Ну, потому что у меня уже на старте намного больше возможностей, чем у большинства людей. У меня классное образование, связи, у меня там, я не знаю, допуск в какие-то, знаешь, там, круга элиты и так далее. Ну, то есть, ну, скажем так, у меня изначально уже гораздо больше всего, чем, ну, вот у среднестатистического россиянина. И я еще буду у отца бабки брать, но я считаю, что это, ну, как-то низко. Я думаю, что я способен на больше. Хорошо, хорошо. А что для тебя образование? Это фундамент или это круг общения? Потому что многие вот ученики частных школ английских, которых я знаю, они говорят, что мы понимаем, что со временем это братство, которое воспитывает там английские школы. Мы к этому тоже в стране стремимся, мне кажется, но там вот именно дружба после школы очень важна, мне кажется. Слушай, ну, там дружба после школы – это немного, немного иное. Во-первых, там связи, они в немного другой форме, на самом деле. Для меня лично образование – это скорее, да, это мой круг общения, мои интересы. То есть вот я не могу сказать, что, ну, вот то, чем я хочу заниматься, да, я не считаю, что этому можно научить. Ну, конечно, можно какое-то там фундаментальные какие-то знания получить. Вот то, что, собственно, я и буду делать, когда вот сейчас вот уеду в Америку. Я же вот иду в школу бизнеса с Штерн, да, я вот хочу как бы получить какие-то фундаментальные знания. Но для меня, как бы, главная цель – это все-таки вот именно обладать связями. То есть и в Нью-Йорке, как в самом городе, и непосредственно вот в моем университете. Ты хочешь попасть в список Forbes когда-нибудь? Ну, посмотрим, как жизнь пойдет. Спасибо, Саша, большое за интервью. Увидимся с тобой. Спасибо, очень приятно. Удемте. Спасибо, Саша, большое за интервью.